Массаж задней поверхности шеи, передней поверхности шеи и также массаж от второго подбородка. Меня зовут Натали Лебурли и я ваш эксперт в сфере красоты и молодости. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. На моем канале очень много информации на тему красоты и естественного омоложения. На заднюю поверхность шеи мы будем работать из разных положений. Обратите внимание, сейчас мой локоть смотрит вверх и потом обязательно идут поглаживания. Сейчас мой локоть переместился вниз, но я работаю с той же стороной. Идут всегда поглаживания после хорошего разминания. Этот массаж можно делать по маслу, а также без масла. В зависимости от того, когда вы делаете массаж. Допустим, если у вас нет времени или вы где-то находитесь, и у вас просто есть свободная минутка, вы можете сделать это без масла. Если вы дома, вы можете включить приятную музыку и уделить время самой себе. Обязательно все движения, которые я показываю, делайте с заботой о себе. И чувствуйте в тот момент, что вы испытываете. Таким образом вы учитесь о заботе именно о себе. Внимание! Это движение я помогаю делать себе и рукой, и наклоном головы, для того, чтобы было удобнее именно зацепить мышцы шеи. И я перешла уже к другой стороне. И сначала у нас вот такие разглаживающие, поглаживающие, согревающие движения. Когда вы делаете себе массаж, обратите внимание, есть какие-то болевые точки или нет. Если вы чувствуете где-то боль, остановитесь в этом моменте и уделите этому внимание. Допустим, здесь я почувствовала, что мне немножко тянет мышцу, и я уделила этому месту больше внимания. Можно здесь даже остановиться и в какой-то момент даже нажать, и до тех пор нажимать, пока боль не утихнет. Это уходит напряжение. Перехожу на другую сторону. И здесь буду двигаться уже ближе к шее. И здесь поменяется направление движения. Здесь я уже двигаюсь ближе к шее. Движения будут такие выжимающие и круговые. Вот здесь мне тоже я чувствую напряжение и уделяю этому месту больше внимания. Смотрите, я придерживаю локоть другой рукой, чтобы моя рука двигалась глубже. И чтобы она могла захватить все мышцы, которые мне необходимо в данном движении потрогать. Проглаживаю шею с двух сторон, с одной стороны и с другой. Обязательно отслеживаю, как себя чувствует моя шея, какие изменения уже появились. Уже чувствуется то расслабление, которого мы с вами и добивались. Хорошо. Да, можно даже покрутить очень бережно головой в одну и в другую сторону и оценить наше состояние уже сейчас. Теперь мы тянем левое ухо вверх и растягиваем заднюю поверхность шеи. Отмечаем наше состояние. Растягиваем шею, растягиваем мышцы. Они сейчас расслабляются. Помогаем всеми руками. Ухо продолжает смотреть вверх. Хорошо. Сейчас смотрим вправо наискосок и также продолжаем массировать эту мышцу. Хорошо. Смотрим в другую сторону. Смотрите, мы с вами отслеживаем все то, что мы проделываем в нашей работе. Это очень важно для нашего мозга, потому что так фиксируется лучший результат. Сейчас вы уже сделали на другую сторону. Потянулись ухом вправо вверх. И тут же не забываем пальцами прорабатывать эту область. Хорошо. Фиксируйте, какой у нас результат сейчас. Что вы чувствуете? Это очень важно для эффективности всего массажа. Теперь смотрим вправо и продолжаем массировать. Хорошо. Двигаем в одну другую сторону. Смотрим налево. Массируем. Хорошо. Смотрите, круговые движения. И проглаживание всей поверхности, над которой мы с вами сейчас работали. Вот эта точка. Если быть точным, то это самый первый позвонок. Здесь тоже очень полезно массировать. Можно это делать всеми пальчиками, можно это делать большими пальцами. А мы переходим с вами к передней поверхности шеи, зону декольте и области, где у нас должен быть второй подбородок. Все движения начинаются от центра к периферии. Сначала, конечно же, мы с вами проглаживаем нашу зону декольте, расслабляя и готовя ее. Проглаживаем шею с одной стороны, с другой стороны. И переходим на переднюю поверхность шеи. Найдите здесь мышцу. Ее можно наклонить вот так вот голову к плечу. И она сразу же здесь проявится. Она будет такая самая большая и толстенькая. Вот ее мы с вами будем расслаблять. Движения опять же такие, как будто возьмитесь за мышцу, а не за кожу. Это очень важно. Потому что здесь мы с вами работаем с мышцами. И там уже идет эффект на кожу с одной и с другой стороны. Замечательно. Также я хочу вас пригласить в свою фокус-группу на свое обучение, где я создала хороший курс для того, чтобы научиться правильно, грамотно делать массаж самой себе на каждый день. И вообще на любые случаи жизни. Там есть разные массажи, которые можно делать утром, вечером. Короткий массаж, длиннее массаж. Там я ставлю вам пальчики. Все очень хорошо объясняю. Поэтому переходите по ссылке в комментариях и записывайтесь ко мне на курс. Буду рада с вами общаться. Смотрите, мы уже работаем с вами над зоной второго подбородка. И здесь я делаю перекаты. Обратите свое внимание, мы двигаемся не по коже, а по мышце. Здесь масла много, не нужно. Иначе у вас руки будут, пальцы скользить. А нам нужно захватить хорошую складку, то есть мышцу. И мы идем от центра к нашему ушку. С одной стороны и с другой стороны. После каждого такого движения мы не забываем проглаживать. Так наша нервная система успокаивается. Так вы увидите результат быстрее. И он будет более стойкий. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Буду благодарна вашему лайку. Ведь это бесплатный эквивалент слову спасибо. И ваши лайки и комментарии вдохновляют меня на создание новых роликов. Я благодарю вас за внимание. И вы можете сохранить это видео. И как вы захотите сделать себе массаж. Снова его включить. И пройти все этапы вместе со мной. Всего вам самого доброго. Желаю вам нежности, красоты и любви. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok